МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь детей можно посадить на рейс без сопровождения родителей. Присматривать за ребенком смогут представители перевозчика. А теперь подробнее. В преддверии Дня медика, который ежегодно отмечается в 3 воскресенье июня, в администрации города наградили лучших сотрудников сферы здравоохранения. От имени главы, от себя, от всего коллектива администрации, от всех жителей города, мы с вами вам огромное спасибо за ваш титанический труд. Все трудности, которые мы в предыдущие два года с вашей помощью смогли преодолеть, конечно же, когда коронавирус, только и только благодаря вам. Свои награды получили около 50 человек. Среди них врачи, медсестры, фельдшеры скорой помощи и другие специалисты. Людям в белых халатах вручили почетные грамоты и благодарности губернатора Ямала, законодательного собрания, администрации города и городской думы. Нет, награду я вообще не ожидала. Это было как сюрпризом. Но эмоции, конечно, очень приятно, когда наш труд вот так вот награждается. Очень приятно. Желаю всем, чтобы все получили такие награды. Эта профессия для меня лично – это все, наверное. Вся моя жизнь, работа, пациенты, которых мы любим, которых мы ценим. Ну и мой коллектив – это самый лучший коллектив. Я считаю, самый лучший просто. Такого нет нигде. Я проработала на скорой 18 лет. Я люблю эту профессию. Я врач скорой помощи, работаю на нашей станции скорой помощи с 15-го года. Вот в течение уже 7 лет. Мой выбор пал на Новый год. Я приехал на станцию, устроился и на работе уже познакомился с Надей. В дальнейшем проявились отношения, и мы решили вместе дальше идти по этой жизни. Таким образом сложилась наша семья. Влюбленные в медицину и в друг друга – это история о том, как рождаются семейные династии врачей, где профессия передается по наследству. Если сложить все должности родных этой семьи, то можно смело открывать медицинский центр. У меня две сестры есть. Они тоже работают в сфере медицины. Работают в поликлинике. И работает одна сестра на скорой. Мой дядя Сергей Васильевич, он работает врачом-психиатром. И второй дядя тоже, он работает в медтехнике. С детства я видел, что они люди целеустремленные, ответственные. Они не боятся брать на себя ответственность, не боятся приступать к сложным задачам. Вдохновившись профессией родных, Дмитрий сам пошел в медицину. К нему подключились два брата, которые стали стоматологами. Племянница жены учится на третьем курсе в медицинском университете. У новоуренгойского врача трое детей. Не исключено, что и они пойдут по стопам отца. Младшенькой Аврелии всего две недели. Означает золото. Золото. Да? Я не готова. Я не хочу сниматься. Кириллом пошла мама. Под Новый год. Кирилл родился 31 декабря. Да. В 2018 году. У старшего сына, ему 11, уже есть интерес к профессии врача. И желание стать им. Но каким именно, мальчик не решил. На продолжении врачебной династии родители не настаивают. Считают, что выбор нужно делать самому. Если честно, то есть я не хочу через силу направлять детей именно в медицину. Если желание возникнет у него, он хочет в этом направлении развиваться. Если, то есть, склонность будет биохимическая, то почему бы нет? Почему бы нет? Если человек выбирает, то да. Заставлять выбирать то, что не по душе человеку, и всю жизнь работать. Это важно. И он развиваться не будет. Он не будет добиваться успеха в этом направлении. Так что, я думаю, это лишнее и не нужно совершенно. Человек должен сам выбрать, что ему нравится. Дома Дмитрий – настоящий хозяин, заботливый отец и муж. Рассказывает, что любит всей семьей гулять на природе и ездить на рыбалку. Но Надежда и Дмитрий живут не только семейными заботами, но и профессиональными. Несколько лет работали на одной станции скорой помощи. Сейчас Надя в декрете, занимается домом. А Дмитрий на дежурствах приходит на помощь к тем, кому это так необходимо, и спасает жизни. Лично для меня сложнее всего воспринимается это экстренные вызовы. Что касается детского населения, с детьми. То есть, сложно не в том плане, в плане работы, принятия решения, а в моральном плане. Когда уже помощь оказана, после вызова пациент доставлен в приемное отделение, передан специалистом, врачом по профилю. А тогда уже начинается момент, когда у тебя уже есть время подумать над этим моментом, над вызовом. Тогда уже возникают такие моменты. Да, ну, морально тяжелые. Дмитрий попал на станцию скорой помощи уже с третьего курса университета. Решил взять подработку санитаром. Заодно и посмотреть, как на самом деле все на практике. Наблюдал за опытными коллегами, восхищался. И понял, что это его место. То есть, что такое скорая помощь? То есть, ты приезжаешь на вызов, бывают разные экстренные катастрофы, ситуации. Ты должен провести диагностику, дифференциальную диагностику, понять, что случилось, каким образом необходимо помогать, выбрать стандарт для себя в голове, подобрать и уже оказывать помощь в данной ситуации. То есть, с студенческой сканью, когда это насмотрелся, увидел все это. И мне это понравилось. Я связал свою жизнь со скорой помощью. Как говорил Антон Павлович Чехов, профессия врача – это подвиг. Она требует чистоты души и помыслов. Своим повседневным трудом медики заботятся о великих ценностях, дарованных человеку, жизни и здоровье. Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. На Дым и Новый Уренгое свяжет регулярное автобусное сообщение. Маршрутки между городами начнут курсировать с 1 июля. В пути около 5 часов с заездом в поселки Правохитинский и Пангаде. В Новом Уренгое остановки автобуса запланированы на железнодорожном вокзале и в аэропорту. По вторникам, четвергам и субботам будет выполняться два оборотных рейса. Из Надыма первый автобус выйдет в 6 утра и в 15.30. Из Нового Уренгоя в 6.15 утра и 16 часов. Отмечу о введении перевозок по этому маршруту ямальцы просили губернатора. В Новом Уренгое набирает обороты плановая подготовка к отопительному сезону. За короткое северное лето ремонтникам предстоит проделать масштабную работу. По всему городу меняют старые трубы. Всего в газовой столице испытания проведут на более 180 километрах теплосетей. Починить запланировали 2 километра. Срок эксплуатации такого трубопровода 25-30 лет. Еще один фронт работ – промывка сетей тепла и водоснабжения. Плановый ремонт ведут на городских котельных и резервных электростанциях. В самой котельной ремонтируется котельное оборудование, насосное оборудование, задвижки, контрольно-измерительные приборы, электрооборудование. Все оборудование, которое есть в котельной, ремонтируем. Запустить котельные планируют к концу лета, поэтому завершить все работы необходимо до 10 августа. В первую очередь тепло дадут в садиках и школах города. Плановые работы для подготовки оборудования к безаварийной работе в следующий осенне-зимний период ведутся и в водоканале. Уже с 20 июня часть новорингойцев останутся без горячей воды. Первыми ее лишатся на две недели жители микрорайонов-оптимистов, полярный, тундровый, дорожников, а также кварталов Армавирский, Красноградский и Крымский. С 4 июля эстафету тазиков и бойлеров примут жители микрорайонов-энтузиастов, строителей и не только. Подробный график отключения горячей воды можно найти на сайте НУР-24. У авиакомпании «Ямал» появилась новая услуга под названием «Несопровождаемые дети». С помощью нее ребенка можно отправить самолетом в другой город, даже если родители не смогут полететь с ним. О безопасности и комфорте юного путешественника позаботится авиаперевозчик. Оформить услугу могут только родители, усыновители, опекуны или попечители. При этом они лично должны зарегистрироваться ребенка на рейс в аэропорту и передать чадо представителям перевозчика. Уточню, что услуга предоставляется только на внутренних рейсах компании «Ямал» в эконом-классе для детей от 5 до 12 лет. На другом конце воздушного маршрута ребенка также встретят сотрудники авиакомпании. Затем несовершеннолетнего пассажира передадут близким. Подробную информацию об услуге можно найти на сайте перевозчика. Новый терминал Новорингойского аэропорта большими шагами стремится к долгожданному открытию. Генподрядчик завершает монтаж подсистемы фасада. Оформление металлоконструкции входных групп окончено. Их осталось только утеплить. Все секционные ворота уже установили. Также строители приступили к обработке металлических конструкций огнезащитным составом. Кипят отделочные работы и внутри терминала. Ведется укладка напольной плитки и установка каркасов, домиков для будущих торговых точек. Уже есть лифты и эскалаторы. Напомню, пропускная способность нового пассажирского терминала – 840 пассажиров в час. На привокзальной площади подрядчик планирует оформить парковку на не менее 300 машин и мест. Оставить здесь машину можно будет и на долгий срок. Облагораживают строители и менее масштабные объекты. В микрорайоне Мирный во дворе домов 6.1, 6.2 и 6.3 продолжается реконструкция детской игровой площадки. Строители демонтировали старую конструкцию и занимаются подготовкой основания под современные игровые элементы. Устанавливают бордеры. Площадку спроектировали с учетом интересов разновозрастных детей. Здесь установят воркаут-зону для спортсменов, качели, карусели, беседку, а также сделают прогулочные дорожки. Продолжается ремонт и в детском саду «Калинка». Здесь починят кровлю, заменят фасад. Разноцветные окна уже привлекают к себе внимание. Помимо обновления самого здания, благоустроят и уличную территорию садика. Строители занимаются подготовкой фундамента для игровых площадок. Локации разделят на три зоны. Для малышей, для ребят от 3 до 5 лет и от 5 до 8. Между зонами сделают велодорожки. В ходе реконструкции также установят новый забор и контейнеры для раздельного сбора мусора. Всероссийская акция по уборке от мусора берегов водоемов «Вода России» пройдет на 50 водных объектах Ямала. Под масштабный экологический проект попадают Обь, Пур, Пекипур и Рекатас. В Новомарингое акция уже стартовала, как и в других муниципалитетах округа. На следующей неделе к расчистке подключатся активисты в городе Лабытнанге. В июле экоэстафета переходит к Губкинскому, а в августе – Салихарду. В год экологии на Ямале планируется расчистить более 100 километров берегов от мусора. В Новомарингое на выходных пройдет экологическая акция по сбору автопокрышек «Шинная амнистия». Напомню, горожане смогут бесплатно сдать на свалку ненужную резину. Мероприятие состоится 18 июня на полигоне «Экотехнология» с 9 утра до 15 часов дня. По прогнозам местных синоптиков, в выходные на Ямале пройдет дождь с грозой. При этом погода порадует теплом. В субботу в Новомарингое столбики термометров поднимутся до 24 градусов. Но днем и ночью ожидается кратковременный дождь. В воскресенье станет еще теплее. Воздух прогреется до плюс 26. Однако горожанам может понадобиться зонтик. Вновь не исключены небольшие осадки. Субтитры подогнал «Симон»!